сегодня показать для вас друзья что я привезла конкретно из вьетнама ну из таиланда я привожу всегда что-нибудь четыре года уже я езжу в таиланд а вот вьетнам первый раз я посетила поэтому я хочу именно на вьетнаме остановиться ну и конечно же первым делом я хочу вам рассказать вот об этой обалденной штуки видите вытяжка из гриба линчжи рейши и кордицепс ну наверное те кто интересуется знает могу вкратце пояснить что это эликсир жизни так называемые грибы линчжи вот они здесь у нас видите нарисованы дальше рейша выглядит точно также а кордицепс вот эти вот такие вот типа засушенных червячков личинки которые вырастают на насекомых и они тоже настолько дорогие может быть можете посмотреть почитать что они от всех болезней и выглядит это вот так показываю удаваться подробности не буду я показываю что это целый курс вот такие вот пять коробочек на месяц одна коробочка получается хватает ее сейчас я вам покажу как это все выглядит как это надо принимать здесь все написано вот состав вот смотрите здесь написано как принимается от чего из чего состоит вот такая вытяжка я открыла вам специально показать как она выглядит вот такая вот баночка давайте я вам ее открою и вот вот такая вот знаете консистенция как вам показать здесь есть еще нервная ложечка вот тоже приложена и надо ее принимать одну нервную ложечку вот такую утром натощак разбавляете с полстакана теплой кипяченой воды и принимаете как показать не знаю ну вот потом трудно эту ложку отмывать вот она такой консистенции видите даже чем-то мне напоминает знаете если кто-то прополис покупал магазинах то вот так и вкус довольно таки нормальный и получается что этот курс он рассчитан на полгода и вы не поверите как дорого он стоит в общем вернее даже как сказать я слышала много об этом препарате которые в общем-то восстанавливают даже молодость говорят жизнь продляют и вообще от всех болезней и я конечно же захотела купить когда мы были на экскурсии и там вот это вот нам сразу же предложили я купила радостно стоит он полтора миллиона вьетнамских донгов но вы знаете если это выглядит так устрашающе такая сумма полтора миллиона то хочу сказать что вьетнамские донги к ним надо конечно привыкнуть потому что там всегда тысячами все вот например и цены они в тысячах уже давным-давно конечно нужно было два нуля по крайней мере убрать ну или даже 3 но как говорится и менее так вот если переводить в доллар и сколько это стоит то курс одного доллара 23000 вьетнамских донгов это один доллар но и значит если вы посчитаете что полтора миллиона это порядка шестидесяти двух долларов всего лишь навсего кажется что недорого я конечно же купила ну вот и знаете каково же было мое разочарование когда я по совету моих русских друзей пришла в магазин магазин называется сапфир внучанге и я нашла все эти вытяжки здесь в этом магазине в огромном количестве и даже мне кажется они выглядели как-то более знаете так дорого и более престижно и что удивительно что стоили они всего лишь навсего 600 тысяч вьетнамских донгов я заплатила полтора миллиона как вы помните но представляете их конечно мое разочарование по этому поводу я вот это все сфотографировала и поэтому сразу сейчас говорю может быть те кто на будущее будет во вьетнаме имейте ввиду но я вообще-то и так знала что не стоит ничего покупать когда вас куда-то везут на экскурсии приплюсовывается какие-то посещения знаете магазинов ну я поддалась на провокацию не ожидала ну хорошо ладно дай бог чтоб помогло деньги есть деньги они пришли и ушли да вот еще что я купила это летящая ласточка может быть кто-то знает вот так вот она выглядит ну вот видите коробка у меня помялась в этом самом в багаже в моем чемодане хотя она новая покажу тоже вот такая жидкость видите тоже ее надо но она такая как киселек жидкий такой и вот тоже ложки есть мирные добавляешь пьешь это я еще не принимала этот ласточка для похудания тоже скорее всего что вы знаете вот во вьетнаме она стоит видите здесь цена даже 35000 35000 это полтора доллара это очень хорошая цена и еще я купила вот такая еще есть вытяжка из цветка артишока тоже много тут так про нее написано она стоит всего лишь навсего 20000 то есть меньше чем 1 доллар ну здесь маленький такой пакетик сейчас покажу вам вот видите вот такой вот пакетик он как пластилин такой тоже консистенции тоже вытяжка это из артишока и тоже вы ее мерной ложечкой добавляете в теплую воду и пьете по утрам натощак она нормализует работа кишечника и тоже делает много всего полезного можете почитать здесь у меня все это написано но здесь настолько мелко да и потом меня уже просят чтобы я не не вдавалась такие уж подробности поэтому и не вдаюсь кто хочет может посмотреть дальше конечно же я привезла массу чая вьетнамского чая чай вьетнамский зеленый ну вот я тоже привезла его разный сейчас вам расскажу и покажу почему я разный привезла потому что я не знала какой из них лучше вот есть в таких упаковках здесь 80 грамм магазин сапфир это как раз тот о котором я вам говорила где все самое дешевое качественное считается и чай с молоком зеленый чай с молоком говорят что он такой нежный 25000 то есть он стоит чуть больше одного доллара вот это вот 80 грамм я его еще не пробовала может быть что он конечно же вкуснее чем чаи обычные вот такие я говорю что я попробовала вот этот чай вот он зеленый чай обычный обычный зеленый чай но он кстати найти даже стоит даже и дороже вот черенки такие видите он стоит 28 тысяч пахнет обалденно я уже его конечно пью открыла мне очень нравится кстати хотела вам показать как заваривается знаете у меня даже была такая кружка красивая вот сюда засыпаешь накрываешь она сама тоже была эта кружка стеклянная но к сожалению кружка разбилась осталась только эта штучка и уже будет не так красиво но я в конце видео те кто хочет я покажу так значит дальше говорю вам про чай я купила вот еще такой упаковки чай это чай из лотоса видите лотуски здесь 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 100 грамм и этот чай из лотоса стоит по моему 50 тысяч то есть два фунта ну вот не знаю попробую может быть он более качественный хотя я не уверена а вот этот весь основной этот чай вот он знаете он очень твердый такой потому что это вакуумная упаковка знаете вот очень его удобно перевозить поэтому я в основном купила вот этот он каждая вот такая упаковочка 100 граммовая стоит 20 тысяч иногда даже можно найти за 18 тысяч донгов то есть меньше одного доллара 100 грамм но я купила разный вот смотрите вот этот рост и чай розовые лепестки это все считается зеленый но он с добавками вот этот чай женьшень добавка вот этот чай у нас чай с молоком написано видите зеленый чай с молоком по моему нас уже был да где-то вот сапфир у нас был зеленый чай с молоком так дальше у нас чай имбирный вот он такой красивый золотой дальше у нас чай просто зеленый вот он и дальше у нас чай опять артишок вот видите сколько я много на покупала чаев 10 упаковок буду пить я уже его пью мне очень нравится вы знаете просто обалденный чай обещала вам заварить наверное заварю что еще что еще чтобы вам не забыть все показать вот я еще привезла вот такие вот сушеные манго сейчас вам покажу как они выглядят наверное тоже кто бывал в азии в таиланде вьетнаме наверняка знает все эти сладкие их фрукты и в большом количестве их и и высушивают и как только не едят ну и вот вот такой вот сушеные манго я его знаете не просто так грызу а я его именно с зеленым чаем прикусочку и пью говорили мне что он без сахара ну как я вот когда стала уже его кушать я вижу что он посыпан немножко все-таки сахарной пудрой но я думаю что это не страшно сразу скажу вам сколько стоит кто интересуется стоит этот манго сушеный от 150 до 200 тысяч вьетнамских донгов я купила полкило вот эти вот мне обошлось 90 тысяч опять же понимаете недорого чуть больше трех чуть больше трех долларов так что еще спрашивали у меня кстати на моем канале кто-то спрашивал что кофе я показывала как я пила там кофе в ресторане мне подали если кто-то не видел потому что она у меня в самом конце моего видео о и по вьетнамских деликатесах и и к моему удивлению многие там знаете прямо такие у меня сверх чувствительные зрители оказались что даже не смотрели до конца мой этот чудесный видеосюжет я я его когда делала радовалась думаю надо же вот люди которые никогда не были во вьетнаме сколько много сейчас узнают оказалось что нет ничего подобного не понравился мой сюжет о деликатесах вьетнамских ну да ладно я те кто хочет могу сказать что он очень интересный для полной как говорится картины знания мира ну а вот что касается кофе я купила кофе вы видите написано рабуста кофе там во вьетнаме есть рабуста и арабика вот рабуста считается такой немножко послабее и такой кисловатый у него оттенок вкуса ну кто знает кто разбирается в кофе то что мне тут объяснять я уже его пью не видно вам наверное но обычный кофе даже еще знаете грубого помола вот это вот упаковка 500 грамм она у меня тоже была в этом самом чемодане и я ее даже так вот упаковала видите замотала лентой короче 500 грамм вот этого кофе стоит здесь у меня не видно на написано было она стоила по-моему 75 тысяч ну вот смотрите сами дорого это или нет столько же сколько стоит полкило сушеных манго вот и что могу сказать что мне вообще не понравилось отвратительный кофе но меня кстати и предупреждали что одно дело когда чай вы берете во вьетнаме зеленый чай он на весь мир славится и очень очень вкусный а вот кофе нет вьетнамцы пока еще не достигли совершенства и наверное даже знаете в чем их проблема в том что они когда обжаривают за за кофейное зерна они очень сильно их пережаривают можно сказать что просто жгут их и вот этот кофе тоже он уже молотый но он вот из именно из этих жареных пережаренных зерен и у него вкус просто знаете сгорелого кофе как вот как бы вам объяснить да нет извините но в этом случае уж лучше зеленый тогда брать кофе в зернах вот смотрите вьетнамская зеленый вьетнамский кофе и здесь у нас написано 500 грамм 500 грамм 89 вьетнамских донго в общем как вы поняли покупать кофе во вьетнаме я вам не не рекомендую вот только чай или какие-то сушеные вьетнамские фрукты да и кстати что еще хочу сказать что фрукты во вьетнаме сушеные и натуральные тем более они намного вкуснее чем в таиланде крупнее вот в частности манго я кстати привезла немножко из таиланда манго но доела вчера последний потому что представляете сколько времени прошло и они уже начали у меня немножко темнеть я быстренько все съела поэтому показать вам не могу но наверняка вы знаете манго где-то чуть больше кулака среднего вот такой величины а во вьетнаме в два раза больше он как знаете маленькие дымки вот такие вот огромные эти манго и они там розовые зеленые и желтые разных цветов но хорошо я не об этом сегодня хотела сказать я хотела вам сказать что кофе во вьетнаме не покупайте друзья ну и вот смотрите я сейчас постараюсь вам показать как заваривается этот чай вот вот он зеленый такой красавчик сейчас я его помещу вот сюда и залью кипяточком мы его накроем крышечкой и подождем немножко ну и вот смотрите буквально пару минуточек я подождала и он уже у нас получился вот такой насыщенный и вот такой вот обалденный ну и наверное вы знаете что зеленый чай можно употреблять несколько раз несколько раз и говорят даже что те кто уж очень разбирается во всех этих чайных церемониях то первый чай ни в коем случае не пьется а он сливается весь и уже только второй чай начинает пить потом он несмотря на то что он такой вроде кажется не крепкий но у него очень терпкий вкус достаточно насыщенный ну и запах хороший в общем мне нравится друзья приятного аппетита всем нам а вот этот чай с артишоком который успокаивающий и очищающий 100 грамм 50 донгов видите в общем то неплохо показываю за в общем и и вот и Продолжение следует...